Одна река, одна лодка, один народ. Сидеть над сердце к сердцу, участники экспедиции знакомились с людьми, с историей культуры, природой местного края. Основной маршрут проходил по территории Шарьинского района, Костромской области. Первая, например, ночевка была в селе Зубово. Это место, где считается останавливаться в Арнавове в Ветлушке. И там находится храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который сейчас возрождается. Перед Шарьей мы сломали весло. И нам, как раз местные шарьинцы, помогли его уделать. Несмотря на то, что это был день города Шарьи, воскресенье, выходной, мы успешно это все справились. И даже посетили Шарьинский краеведческий музей, увидев там и лодку, похожую на нас, но только меньших размеров. Субтитры подогнал «Симон» Село Рождественское, Троицкое, Адоевское, Канево. И в этих селах везде была своя историческая какая-то ценность. Например, в Рождественском парк Лугининых. В Троицком, например, великолепный рассказ был в храме, посвященную Троицкому храму и вообще о культуре церковной. Также мы посмотрели место, где вот часовня стояла, которое находится сейчас в музее в Костроме. Субтитры подогнал «Симон» Следующий пункт уже мы пересекли границу с Нижегородской областью, приехали в село Макаревское. И именно с ним лично совпало, что мы посетили его 7 августа, в день престольного праздника почитания Макария, Желтоводского и Ужинского. И при входе в храм, хотя он полуразрушенный, но очень бережно сохраняется, мы увидели горящие свечи. Конечно же, природа, история, культура, люди с любовью сохраняющие свою землю, свою родину очень впечатляют. И вот ценность вот этих, наверное, посещений, общений останется на всю жизнь. Поэтому очень повезло, считаю, четвертой команде с точки зрения и природы, и с точки зрения погоды, потому что в основном было солнце, практически чуть-чуть вчера помочил дождик. И, конечно, с точки зрения общения с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok